всем добрый день с вами снова выпуск лаборатории культуры и сегодня у нас в гостях прекрасная мария русинова а исследователем монументального искусства кировской области координатор том сойер west fest кирове здравствуйте мария добрый день я опять перехожу на вы видя официальный какой-то официальную бумажку вообще мы с машей конечно давно знакомы я абсолютно очарована энтузиазмом и энергией и всеми огромным количеством проектов в области культуры которые маша творит вот и об одном из них мы сегодня будем говорить о твоей исследовательской деятельности и о лекции которая будет 26 января авиатском художественном музее называется она поисках незаметного искусства 6 плюс возрастное ограничение надо проговорить а я так понимаю что много-много лет ты а интересовалась исследовала искала различные мозаики в городе кирове не только мозаики а мурал и барельеф и вот нам все сегодня расскажешь что это такое и как и как все это отличается а собирала как-то картографировала все эти вещи конечно я видел у тебя в группе великолепные там такие там значит у маши в группе в контакте есть такая интерактивная штука не знаю как называется игра но это такие новые инструменты всякие да интернете и можно нажать и есть информация о каждом культурном объекте который ты нашла написано кто его если есть если есть вот очень здорово и лет пять наверно да ты уже это получается да с 18 года вот будет как раз ровно пять лет как это все началось то есть у нас начался томсверфест в восемнадцатом году и вот так совпало что и эта тема но она не случайно возникла именно восемнадцатом году потому что в мае месяце это сто процентов я помню как-то я шла мимо авиационного техникума там был такой скандальчик им дали деньги на ремонт этим всем учреждениям да и решили закрыть они там две мозаики и их решили закрыть я попала как раз тот момент когда одну мозаику вот закрывали там я прямо заколачивали эти вот шурупы все там леса стояли и вот одну закрыли то есть это был одним таким толчком для того чтобы собрать все зафиксировать и второе это было на гтрк у них роспись и на широковой прекрасная вообще прекрасная роспись и и тоже собирались закрыть гипсокартоном потому что ну все какие-то как там говорили однорукие какие-то мужчины и женщины зачем они вообще тут нужны но с росписью все получилось даже лучше чем вот хотелось бы потому что ее отреставрировали студенты и преподаватели художественного училища и там сделали ремонт там сейчас стеклянный потолок то есть вот немножко будчему такое подняли но здорово скажи мне пожалуйста ну вот к монументальному искусству в том числе и мозаики можно очень по-разному относиться да можно как к историческому наследию которое необходимо сохранять какая бы она ни была можно прослеживать какую-то идеологическую составляющую которая в советское время в них безусловно была вписана да и можно относиться к этому ну как каком-то какой-то проработке советской травмы да то есть все равно через это изучать исследовать можно радоваться каким-то там как у нас обычно бывает незаметному искусству действительно очень точное название да то есть тому что имеет свою историю культур культурную ценность но мы обычно не замечаем живя здесь рядом с ними да и можно как первооткрыватель там находить я так понимаю это там большой драйв можно ну вот сейчас наверное в наше время есть какая-то может быть актуальная такая негативная может быть эмоциональная окраска ко всему советскому связи с тем что очень много навязывается сейчас идеологически всех этих риторических приемов и от их обилия и простоты и тупости порой просто может вызвать какое-то отторжение несмотря на то что это там действительно другая эпоха и самодостаточные какие-то отдельные вещи вот можно исключительно восхищаться над каким-то ремесленным ремеслом да то есть как это сделано я насколько понимаю ты даже пробовала сама делать мозаики то есть к вам приезжал спикер назови его пожалуйста я забыла приезжал к нам потомственный мозаичист саша сафов и ты училась у него да делать да 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 был мастер-класс вот и расскажи какой сценарий у тебя какая мотивация какая боль твоя вот во всем этом ну вообще ну первая боль это конечно сохранение исторического и культурного наследия это первое но здесь вот как ты правильно сказала в комплексе все и идеология и история и как это вот как им но здесь нельзя разделять то есть советские мозаики появились только потому что была такая идеология но и как некий культурный феномен они появились после был документ хрущева когда вот началась хрущевская эпоха после сталинских вот этих вот всех сталинского ампира и прочего и был документ назывался он по моему об устранении архитектурных излишеств то есть вот когда эти хрущевки появились такие серые однообразные и вот именно тогда пошел такой подъем вот этого монументального искусства но будем говорить не искусство чуть-чуть уже монументальной живописи то есть вот эти все мозаики из графита называют монументальная живопись именно тогда это появилось чтобы немножечко ну как некий декоративный элемент это с точки зрения художественной а как идеологически ну показать понятно мощь советской страны что вот мы можем такое огромное делать и там же тематика это была определенная там люди труда там наука ну понятно какие-то героические моменты спортсмены да то есть и вот это все в комплексе мне просто вот интересно с точки зрения да вот и ремесла просто это невероятно трудоемкий вот процесс создания мозаик и это вот это вот громада это я не понимаю как это можно было вот такое создавать и насколько были и ведь это было искренне все с одной стороны то есть но с другой стороны были какие-то вот заказные работы да потому что нужно было именно до создавать и показывать мощь страны первое первое это все равно это было идеология и вот а уже второе искусство даже художники которые вот сейчас остались монументалисты они говорят ой да что это не это все такая ерунда вот это вот то что мы делали да на самом деле конечно станковая жизнь весь гораздо интереснее и важнее нежели какие-то мы там выполняли заказы по росписи этих вот или по мозаика сейчас обесценивают даже да ну с одной стороны художники говорят да это для нас было не так важно как например писать картины там на мольберте а с другой стороны сейчас наоборот интерес вот по всей стране именно вот монументальной живописи то есть сейчас много очень пабликов каких-то групп да которые публикуют фотографии и сейчас очень много выходит книг современных вот именно по вот этому вот по монументальной живописи по советской да то есть есть интерес у любителей вот таких как я да которые собирают это все ну потому что они начинают исчезать и начинают пропадать именно да вот это неустойчивость исчезновение уходящее приходящее ну они там да сами по себе пропадают ну и плюс вот как у нас на авиационном там например их убирают а скажи пожалуйста если ты знаешь вот исторически вся эта техника она из рима насколько я понимаю да или откуда вообще идет вообще когда изучала этот вопрос там началось вообще с шумеров у них там были глиняные такие вот таблички и они вот не так выкладывались вот так вот они выкладывались вот так и получались вот эти ребрышки то вот они как мозаику такую делаю то есть вот это было это но это еще там не было понятно рота мозаика вот такое да ну а потом понятно греции рим византия все пошло но а с византии там началась уже вся это вот религиозная да вот эти вот все сюжеты то есть если там в время и в греции это были какие-то бытовые такие вот, да, может быть, там натюрморты какие-то были бытовые сцены, то дальше уже пошло. Вот. Ну, давай тогда последовательно, может быть, твоя лекция тоже как-то так выстроена, да, какие сейчас у нас есть, сохранились, может быть, какую-то такую небольшую виртуальную экскурсию проведём по мозаикам, может быть, твоим самым любимым, близким каким-то, и потом мы попросим подмонтировать вот фотографии, которые сохранились, которые есть, к тому, что Мария будет рассказывать. Вот. Какая-то у нас такая получится история. Ну, если говорить о Кирове, у нас на самом деле не очень много, где-то, может быть, около двадцати мозаиков. Осталось, да? Осталось. Да. Ну, именно мозаики, то есть у нас есть росписи, росписи, они находятся внутри зданий, там, ну, например, в музее Дымковской игрушки роспись большая, вот это, где Дымковские мастерские на свободе. Да, да, да. Там, допустим, есть у нас роспись в травматологической больнице, да, потом есть роспись... А там вроде бы на стене, а снаружи? Не внутри зданий? Нет, внутри. Да? Да. Есть, где ещё, в диораме роспись, но не сама диорама, вот именно там в фойе. То есть вот, а мозаик, ну, где-то около двадцати. И самое большое количество их находится в районе, назывался он раньше Кировские черёмушки. То есть это было интересно... Ирония судьбы или с легким паром. Да, ну, почему так назывались? Потому что там в 70-е годы начали строить вот эти вот хрущёвочки, ну, где-то ну, с середины 60-х. И они все одинаковые похожи. И они все одинаковые были, райончик такой, да, это вот, получается, район Дворца пионеров, это вот там, где Сурикова, вот эти вот улицы, да. Поняла. Вот, и там началось, как я узнала про Кировские черёмушки, читали статьи, я нашла в музее, и там было написано, одно из кировских школ, там в каком-то, в 70-ком-то году появится мозаика. Я думаю, я все школы знаю, я не знаю ни одной школы с мозаикой, то есть, ну, это такая редкость. И пошли искать, я пошла там в интернете, разместила это всё. Вот, и оказалось, что это школа номер 30, там же она находится. Так. И вот на ней сохранилась мозаика, почему её не видно, она не на фасаде, она с торца здания, а торец выходит на другие здания, туда вот, ну, вглубь района. То есть, там не ходит никто. Понятно. Её не видно. А что там изображено? Я вот даже не знаю. Ну, там школьная тема, какие-то там дети, какие-то цифры там есть, там что-то из сюжета, из истории какие-то. В общем, такая вот она сделана. Вот. И потом я пошла смотреть, что вот это называлось Кировские черёмушки. То есть, там дворец пионеров. Он весь в мозаиках и снаружи, и внутри там есть мозаики. Дальше там на гостинице Вятка, то есть, вот там можно отдельную делать такую экскурсию. Гостиница Вятка, Спартак, с графита там на Спартаке. Объясни, пожалуйста, вот мурал, с графита, ну, граффити, понятно, это сюда не относится, мозаика. В чём разница? Это жанры монументальной живописи, да? То есть, люди, как-то мне сказали, нету такого понятия монументальная живопись. Ну, я говорю, есть такое понятие. Вот есть танковая живопись, да, это когда на холсте. Есть, это называется монументальная живопись, хотя там, ну, не пишут маслом там ничего, да? И получается мозаики с графита, то есть, вот, жанры, это как некие такие большие произведения живописные. Ну, мозаика, понятно, это композиция, сделанная из кусочков. Там, например, смальты, это самый распространённый материал. Это может быть какая-то плитка керамическая, это может быть галька, это может быть, ну, вот как вот эти все древние мозаики римские, там, греческие, да, они вот как раз были из природных, скажем так, материалов. Есть у нас даже вот у Прогресса мозаики, две мозаики. У Стадиона Прогресс, да? У Стадиона Прогресс. И там используется шлак доменных печей даже. О, это интересно. Ну, там, знаешь, как интересно, там чёрный цвет, галька чёрная. Так. И шлак доменных печей. И этот чёрный цвет разный. То есть вот художники настолько вот они хотели показать вот оттенки, например, каких-то вот цветов. То есть там смальты почти нет в этих мозаиках. Там только вот гранит, там какой-то мрамор. То есть вот... Надо подойти и поразглядывать будет. Вот. Это вот интересно. Ну, это вот они... Были два мозаичиста супруги Юмагуловы, Ильяс и Галина. И вот они создавали у них такие вот... В стиле вот как раз этих римских и греческих мозаик. Вот, ну, я имею в виду по технике. Такое. Вот. Потом, ну, с графита... Вот, честно говоря, с графита я не уверена, что у нас есть прямо в чистом виде, да, с графита. А что это? Это техника, когда штукатурку накладывают слоями и процарапывают. И вот там один слой, например, красный положили, да? Потом слой белый. И вот процарапали белый слой, и остались, ну, там, красное какое-то изображение, да, например, ну, то есть это прям... Это итальянское слово так и переводится. Процарапывать. Вот. То есть это такая сложная тоже техника. И мне кажется, может, и нет. У нас сделали что-то вот как штукатурка такая. Но я не думаю, что прямо вот именно так, как должна быть вот эта техника с графита. Я вот уже не вспомню сейчас, да, действительно, где бы можно было это увидеть. Ну, вот, может быть, я говорю на Спартаке там. Но, может быть, это роспись. Там она высоко, и поэтому... Ну, не роспись, вот что-то. Вот. Ну, вот росписи, я сказала, да. Витражи относятся к... Тоже, да? Монументальной живописи. А муралы? Муралы — это роспись. Это испанское слово так и переводится на стенная роспись. Просто роспись. Просто роспись, да. Это сейчас просто модно стало, да? Ну, вернее, не модно, а как вот везде там... В Европе называли мурал, да, потому что... А мы называли просто роспись. Вот так вот. И что ещё? И майолика ещё. У нас есть одна майолика. Это роспись по керамической плитке. Ну, по твёрдой керамике уже, да? Ну, вот просто вот выложена плитка и расписана. А она держится? Ну, вообще... Чем это доносится, роспись, что она держится на плитке? Нет, ну, это определёнными красками сделано. Я думаю, что вот в идеале это делается... Плиточки расписываются, и они потом как вот мурайкой складываются. А здесь, я думаю, просто была сделана плитка, стена и расписана. Это в областной больнице, в поликлинике областной даже больницы. Не была. Вот. Просто очень много скрытого и такого неизвестного. И мы в Кирове вот собрали всё, что можно было в Кирове. Мы собрали. Давай продолжим нашу такую... Экскурсию. Экскурсию виртуальную, вербальную. Куда ещё можно сходить, где ещё можно посмотреть, какие ещё интересные объекты. Есть, допустим, мозаика в аэропорту. Ну, да, это довольно известная такая. Но туда попасть можно только, если ты улетаешь или прилетаешь. Потому что она со стороны взлётной полосы, и просто так туда не попасть. Хотя одна из любимых моих мозаик, опять же, вот с супругами Юмагуловыми нам было сделано, у них такой определённый стиль, такой очень сдержанный, мне очень нравится. Не из смальты у них в основном, а вот из таких материалов природных. Вот. Потом... А вот скажи, я всё время задавалась вопросом. Все прилетающие, улетающие очень любят её фотографировать. Ты постоянно видишь где-то в соцсетях. А вроде бы же нельзя делать фотографии на вокзалах, в аэропортах. Что-то это какая-то там запрещённая история. Ну, а всё равно идут люди тихонечко сфоткали. Но мы, у нас была вообще очень интересная история, связанная с этой мозаикой, потому что мы не могли. Мы приехали, как обычно мы делаем, знаем, есть мозаика, мы поехали фотографировать. Мы приехали, приезжаем, я не вижу никакой мозаики. Захожу в аэропорт, и мне говорят, а она с той стороны, и попасть вы туда не можете. И мы уехали. Я писала письмо даже на имя там какого-то этого, которое отвечает за безопасность, там у них руководитель. В общем, никакого ответа не было. А потом случилось так, что директором стал Сергей Александрович Фомин. Это папа моих близких друзей. И вот всё случилось, и мы попали к этой мозаике, её отфотографировали, она у нас есть в коллекции. И поэтому я могу сказать, что она такая красивая. Дальше есть мозаика на шинном заводе. Она в идеальном состоянии, такая просто красная, такая красно-оранжевая, такая очень мощная мозаика. Понятно, там химики, вот эти вот все инженеры, и те, кто трудится в химической промышленности. Такая, прямо вот советская и советская. Если вот, допустим, вот эти мозаики, они совсем не идеологические. Там, допустим, у Прогресса или, например, вот в аэропорту, они такие тёплые очень. То здесь она, и тоже она выполнена Ильясом Юмагуловым. То есть вот, скорее всего, это была заказная мозаика на шинном заводе, а эти вот были для души сделаны, да. Вот. Любимая, самая у меня любимая мозаика, её, наверное, никогда никто не увидит, потому что там никто никогда не ходит, и мы её совершенно случайно, мы её не обнаружили. Мне в комментах где-то написали, под одним из моих постов, написали, что есть вот такая мозаика, и мы пошли туда. Называется заведение, не ИСВТ, научно-исследовательский институт с счётно-вычислительной техникой. Господи, где это? Вот, Гульна, ты не знаешь, где. И мы не знали. Я не могу назвать точный адрес, потому что я позабыла, Мельничная 4, или как-то так называется. В общем, это туда, за Вятич, вот в ту сторону идти. И там находится вот этот вот научно-исследовательский институт, который, ну, давно существует, и там мозаика, она вообще не очень большая по размерам. На ней изображена девушка, и рядом с ней атом. Ну, то есть такое вот композиция, вообще прекрасная композиция. И девушка, ну, настолько красивая, я не понимаю, как можно было в мозаике это сделать, показать вот именно красоту. То есть очень правильные черты лица, и она тоже сделана из вот этой вот плитки, коричневой вот этой вот, которая, ну, керамическая, это, знаешь, вот эти вот, выкладывают. Вот сейчас у нас её такой не делают, наверное. Раньше были такие маленькие квадратики, эти керамические, коричневого цвета. Вот, и... А кто автор? Знаешь? Автор вот неизвестен, потому что я звонила, опять же, тоже вот руководству, говорю, есть ли у вас какие-то архивы, может быть, ещё что-то. Они говорят, архивов нет, потому что здание и вот этот институт создавали ленинградские, там, архитекторы, кто-то ещё. Это всё, то есть не кировские. И документов у нас нет, то есть надо всё сейчас в Петербурге узнавать. Ну, не факт, что делали именно вот те, кто строил это здание, там, ленинградцы. По стилю очень похоже на мозаики Виталия Удова. Вот у нас вообще было три мозаичиста, да, вот я двух назвала, Галина Илья Семоголовой, и третий, это был Виталий Удов. Он был в своё время главным художником города, и он был вот просто вот монументалистом, таким очень крутым, как сейчас бы вот сказали. Как раз вот на авиационном техникуме его мозаики, на гостинице «Святка» его мозаика. И по стилю очень похоже, но не могу утверждать. То есть там тоже мало смальты, в основном вот природные материалы и вот эти вот. Ты мне летом сходишь туда, когда было тепло, сделаешь экскурсию. Да, вообще надо сходить обязательно, потому что, ну, правда, очень красивые. Я даже не знала, не представляла, что ещё, какие, давай ещё открытия какие-нибудь. Какие открытия, значит, опять же, отправляют мне картинку, что вот смотрите, какая мозаика есть где-то. Стоит Ленин в полный рост, а по краям такие вот отдельные сюжеты, мозаичные, да. Ну, Ленин похож, как будто бы это витраж. А вот эти сюжеты, которые по краям Ленина, такие квадраты, и в них какие-то композиции, и там какие-то рабочие, там кто-то ещё, в общем. Ну, понятно, подвиги Герлакла рядышком. А они как будто бы мозаичные. И вот, говорят, они находятся где-то там рядом с заводом Лепси. Я не помню, какая-то там улица находится, какой-то, ну, куда-то в какую-то промзону, короче, ехать. Вот когда едешь к Лепсе, и там можно завернуть перед Лепси. Есть улочка, тоже я забыла, как даже называется. В общем, мы туда приехали, мы нашли это вот произведение, а оказалось, что это просто роспись. То есть нарисована вот эта вот вся мозаика, ну, Ленин нарисован, но это всё равно тоже можно назвать произведением монументальной живописи. То есть она стилизована под мозаику, да? Вот фрагментами, да, сделана? Да, просто вот, а просто расписана, ну, потому что в каком-то непонятном таком здании, какой-то склад или там какие-то офисы, что-то вот такое. Интересно. То есть, и вот ещё с одним витражом была такая же история на Мелькомбинатовском опять проезде. И там такой не витраж, а просто расписанное окно. Ну, тоже мне понравился сюжетик, там такие эти чертёжники. Чертёжники прямо такие, ну, советского периода, это 100%. То есть вот есть какие-то вот такие моменты, которые вот, ну, никогда никто не увидит, потому что если ты не знаешь, да, потому что они внутри находятся, во-первых, вот если, вот я почему называется незаметное искусство, потому что я поймала себя на мысли, когда мы приехали снимать к прогрессу, я подумала, я никогда не замечала эти мозаики, когда проходила мимо, вот где-то. И это было странно, потому что они большие, и поэтому незаметное искусство. Вроде бы вот оно, а ты его не видишь. Огромное, большое. Ну, ты знаешь, может быть, какое-то такое объяснение, что, во-первых, ну, тот, кто долго достаточно живёт в городе, это вот становится какое-то не место. Проходишь мимо постоянно, да? Это таким же фоном, как, я не знаю, рекламный плакат там на каком-то висит. Вот. Нужна какая-то определённая рефлексия, да, чтобы обратить внимание, и вдруг что-то ценное там в этом разглядеть. Вот, мне кажется, какая-то такая... Ну, или рассказывать. Вот у меня была... Я обычно старшеклассникам беру один урок и трачу вот на то, чтобы им рассказать. Это же вот как с нашим спектаклем, да, когда мы вот летом делали по деревянной архитектуре. Ну, вот стоит какой-то дом. Ну, наверное, старый, да? То есть ты, если каждый раз там на работу и с работой мимо него проходишь, и не заметишь там ни лепнину, не все эти прекрасные элементы, о которых потом Лена великолепно там в спектакле у нас рассказывала. Вот. То есть это всё какая-то такая история, где нужно немножко остановиться. Правильно. Вот нужно остановиться и посмотреть. Какие ещё? Есть ещё какие-то у тебя классные истории, находок? Что ещё будешь на лекции рассказывать? Ещё вот у меня есть один момент, и я не могу его никак прояснить. В своё время в городской администрации был витраж. В мэрии сейчас, да, называется это вот, который... Ну, на Карла Марсово-Росского. Вот сто процентов, я помню, были красные оттенки, там, жёлтое, оранжевое, потому что, ну, какое-то такое. Знамёна, видимо, были какие-то красные. Вот мне запомнилось. И не помню, сколько этажей он был, этот витраж. Как-то в своё время там бывала я по работе в администрацию, но давно это было. И мы ходили туда фотографировать, то есть, и опять совершенно случайно мы туда пришли, и там висит мозаика ещё. Ленин такой, прямо серо-голубой, такой красивый Ленин. И сейчас я расскажу, чья это тоже было такое откровение, чья это была мозаика. Ну, как я сказала, трое у нас только было мозаичистов, и больше не работал никто. И я, понятно, пошла смотреть, есть ли витраж. Нету его витража. То есть его убрали, видимо, меняли окна на пластиковые. Это прямо было очень горько, вот осознавать, что нету этого. И никто мне не может сказать, есть ли какие-то фотографии, ещё что-то. Вот. А потом я оцифровала архив Союза художников нашего кировского отделения. Разрешили они мне. И там я нашла витраж. Очень-очень похожий. Ну, чёрно-белое, понятно. Но очень-очень похожий именно на тот. Но все мне говорят нет. Потому что там сюжет такой, какие-то молодые люди, там какие-то девушки. В общем... Не в духе администрации. Не в духе. Сказали, это могло бы быть где-то в ЗАГСах. Я говорю, ЗАГСы я все обошла и знаю, что там есть. Там не было витражей в ЗАГСах. Вот. И сейчас я думаю, этот или не этот, мне нужно как-то вот этот вопрос решить, пока я не знаю. Так, дорогие зрители, если кто-то из вас знает, пишите, расскажите Маше, пожалуйста. Вот. А про Ленина, которая мозаика. То есть ты заходишь в администрацию, поднимаешься пролёт, первую лестницу, и он там висит, вот этот вот дедушка Ленин. И сделан он был Надей Леже. Надя Леже, такая художница. Ну, понятно, я залезла посмотреть, кто такая Надя Леже. Оказалось. Значит, был такой француз, по-моему, он умер уже. Французский художник-монументалист. По фамилии Леже тоже я забыла имя. И Надя Леже, она русская, понятно. Вышла за него замуж. То есть ещё, ну, такая старая история. Там эмигрировали родители у неё там во Францию ещё как-то. В общем, она не то чтобы совсем такая советская дама, и то есть уже там жила. И вот она, и она делала очень много мозаик. То есть, ну, к нам эта мозаика попала как? Так, это было как подарок на каком, на трёх, ой, неправильно, не трёхсотлетие, я говорю, ну, в 1974 году, когда там юбилей какой-то городской был, да? Шестьсот, наверное, лет, или сколько? Да, наверное, шестьсот лет. Вот. И вот эту мозаику подарили. И это вообще вот просто. Это я когда написала вот Саше Асафову, вот этому мозаичисту из Вологды, он сказал, не может быть. Я говорю, я вот тебе покажу, там прямо её написано, ну, то есть, вот её написано Наде Леже, и написана потом эта табличка, что в дар от Нади Леже вот Кирову в честь юбилея. То есть вот это тоже не все увидят, потому что немножечко там темновато, не видно, но и опять же не заметят. То есть пройдут и не заметят. То есть вот такой Ленин у нас есть. Слушай, ну, потом, если вспомнишь, ещё, может, каким-то, да, вернёмся объектом, а мы всё время говорим в какой-то такой исторической перспективе. Но сейчас кто-то занимается мозаикой, да, вот ты рассказала про своего вот этого знакомого. И вот отдельный вопрос потом подробно расскажи, как вы это делали, вот просто любопытно, да, из чего прям последовательно хочется узнать, как это создаётся руками. Вот, но, в принципе, сейчас занимается ли этим кто-то, есть ли к этому интерес, это какой-то энтузиазм, или есть, наоборот, какое-то такое в художественном сообществе уже новое братство какое-то этих художников, что ты об этом знаешь? Ну, вот у нас в городе есть художники-мозаичисты современные, которые молодые, но сейчас в основном они делают мозаику в храмах. Вот у нас есть на Спасском соборе три мозаики, и на Трифоновом четыре, по-моему, мозаики. Они были сделаны Максимом Богдановым, он наш кировский, но сейчас он живёт в Москве. Художник-мозаичист. И есть у нас ещё художники-мозаичисты, которые по области делают в храмах мозаики. Вот мозаики, понятно, в том виде, в котором они были, естественно, уже не будет никогда, да, вот с точки зрения гигантских, гигантских, вот, да, наполненных вот этими идеологическими смыслами какими-то. Нет, можно же другие сейчас. Индеологии не заряжая всё. Да, но вот такой светский, так скажем, да, темы у нас нет в городе. Понятно, что есть в Москве, в Петербурге и в Вологде вот студии, где, ну, делают такие некие композиции, вот как можно на стену повесить, может, какие-то сувениры, вот такое есть. Вот, и тут вопрос в чём, вот как Саша Асафов вот в Вологде он сделал, потому что отец его сделал пол Вологды, мозаик, он был мозаичистом, да, и ещё, кстати, история одна вот про Саша Асафова и его отца, это тоже интересно. Это я, он мне написал, мы с ним познакомились в Самаре, были мы на, ну, потом с Сойером мы ездили, и мы с ним там познакомились. Он рассказывал вот как раз о сохранении мозаик. И потом он мне пишет, у меня есть фотографии, мой отец жил год у вас в Кирове и оформлял какой-то ресторан, то есть там роспись, какой-то барельеф, и говорит, можешь ли, можешь найти где это, что за ресторан. И понятно, я посмотрела, я не знаю, 70 какой-то там год, 74 или какой был, вот в общем. Ну, понятно, я опять в интернет выложила, народ там писал, да, вот там Россия, там ещё какой-то, Вятка ресторан. Оказалось, что это было в юбилейном ресторане, вот этот на Карла Маркса у нас был юбилейный. Я уже не помню даже, что... Ну, я там когда-то была в детстве, потому что я там живу рядом, и мы как-то ходили на какую-то свадьбу. А сейчас там торговый центр юбилейный. Это Карла Маркса и какая улица? Ну, это между Красноармейской и Пролетарской, вот этот вот. А, всё, поняла. И оказалось, что в этом ресторане этот ресторан он оформлял, то есть ещё вот тут такие. А потом вот у меня подруга в художественном музее работает, она говорит, а я с ним даже вот общалась. Генрих его звали, да, Генрих Асафов. И поэтому Саша в память об отце, да, он сам не мозаичист, он научился лет 15 назад делать мозаику, и вот он её продвигает эту тему, то есть он делает объектами культурного наследия там некоторые мозаики отца в Вологде, да, то есть ну можно статус дать. И он, у него студия в Вологде, где вот он учит. То есть он учит детей, да, взрослых. Он учит детей, взрослых, и, в общем-то, он готов приезжать и здесь проводить такие интенсивы там, скажем, на три дня там. Мастер-классы, да? И мастер-классы. И вот он приезжал, когда на мастер-класс, это было так удивительно. Первый раз он приехал посмотреть мозаику во Дворце пионеров, которую мы хотели восстанавливать, и он ради этого на день приехал сюда, чтобы посмотреть мозаику. Вот он посмотрел, мы с ним. Из Неприбью, ты больше хотели восстанавливать. А что, остановился процесс? То есть, конечно, энтузиазма у людей много. Да, давайте там всё сделаем. Но так, как это делали художники-профессионалы, то и сейчас нужно это делать под руководством художников-профессионалов, и не хочется самодеятельности. Ну да. Поэтому пока стоит вот у нас процесс, мы помыли всё. Немножко так начали, и у нас прекратилось пока. Но это, я думаю, что мы в любом случае сделаем. И второй раз Саша приезжал, проводил здесь мастер-класс. Ну давай, рассказывают про мастер-классы. Просто любопытно, чистотехнически. Как это делается? В общем, вначале замешивается раствор. Там нужен определённый цемент, белый цемент. Именно белый, да? Именно белый. Мы как-то вот с сыном делали мозаику, и тоже искали. У нас нету белого цемента, её что-то из Москвы мне привозили. То есть, ну, он, видимо, более такой мелкий и более прочный. Вот, более такой, как-то связывает лучше, вот. Схватывает. Схватывает, да, этот материал. И сколько его надо? Вот, да, работы какой-то. Ой, вот это надо смотреть. То есть я даже... Ну, мы намешивали маленькими порциями. То есть не мешок цемента? Нет, не мешок. Хорошо. Понемножечку намешивали, потом нужно туда добавлять песок. Зачем? А тоже, видимо, чтобы он был эластичнее или как-то. В общем, как-то там всё продумано, на самом деле. То есть Саша мне прислал весь рецепт, и мы это всё смешивали. Рецепт. Рецепт цемента. Ну, то есть и понемножечку. Ты выкладываешь слой вот этой массы. А куда её надо выкладывать? А, кстати говоря, да. То есть ты готовишь... У нас был такой... Типа подрамник? Деревянный такой подрамничек, как такое, как ванночка. То есть края были, и внутри вот углубления. И его надо было промазать белым клеем. Вот эту вот... Не картонку, а как это называется? Забыла слово. Деревяшка-то как называется? Ну, в общем, фанера, да. То есть её нужно было проклеить, белым клеем промазать, потом проклеить такой сеткой. Ну, продаётся какая-то вот она, строительная или ещё какая-то, чтобы лучше вот эта масса... Ну, чтобы цемент не отвалился потом, когда высох. Да-да-да-да. И вот выкладываешь эту массу, и дальше ты берёшь что там у тебя? Смальта, камушки. Мы выкладывали вот с сыном камнями, привозили с моря, да, там разноцветная галька, и мы делали. А где везет смальту? Она где-то продаётся? Смальта продаётся. Есть советская смальта, советская смальта с запасы, да, можно купить, ну, в каких-то там группах где-то это всё есть. И сейчас делают совет... Не советскую, какую, российскую, да, смальту уже сейчас новая. Но наша, может быть, немножечко... Сейчас она помельче, потоньше. Советская, она такая вот толстую её делали. То есть это что? Это вот такой кусок, да, вот этого стекла, и его резали на куски. Почему они такие получались? Не такие неровненькие, да, получаются. Вот. Ну и выкладываешь, то есть там нужно... Конечно, это надо вот тренироваться, и должен быть навык, чтобы это получалось. То есть выложил один фрагмент, дальше выкладываешь, опять берёшь массу, следующий фрагмент. А это нужно делать быстро пока, ну, чтобы цемент не засох? Ну, да, он, конечно, не мгновенно он застывает, но это вот здесь и сейчас надо делать, да. Ну, то есть примерно там час, да, где-то вот времени у тебя. Ну, то есть я так понимаю, что здесь нет какого-то такого жёсткого канона, и можно делать из чего угодно, да, мозаику, то есть если у тебя есть там камушки, или там у тебя фантазия, просто берёшь бутылки, и бутылочное стекло разобьёшь, да, то есть наполнение может быть любым. А нужно ли как-то заранее продумать какой-то эскиз в голове? Ну, это да, это безусловно должен быть какой-то рисунок, и далее ты уже... Ну, то есть даже вот можно и рисунок положить, вернее, даже нарисовать, вот можно нарисовать прямо вот на фанере, на этой мы рисовали, что мы хотели сделать, потом мы её проклеивали, и видно было рисунок, и по нему и выкладывали. Ну, и как потом результат? Тебе понравилось? Ну, мне не очень понравилось, потому что, может быть, там где-то надо было плотнее класть вот эти камни, может быть, как-то ещё интереснее сделать. Да. Ну, она в любом случае, вот у нас сейчас есть, её как-то надо куда-то приспособить, под что-то, да, какую-то сделать. Она дома, в смысле? Она дома, да. И, конечно, надо это всё равно под руководством делать. Ну, вот как Саша сказал, я могу трёхдневный интенсив провести, и можно смело открывать здесь свою студию, просто вы за три дня, там, ну, с утра до вечера, вы научитесь вот всему, как правильно эти вот класть эти камушки, как это замешивать, всё. Вот, то есть это есть в планах. Ну, всё равно, мне кажется, не любой же человек, да, это, ну, должны же какие-то быть представления о композиции, о свете. Конечно, конечно. Всё равно какой-то художественный опыт нужен. Ага, да. А так, ну, можно там для детей какие-то такие простые вещи, часто для себя. Маленькие можно, да. Да, небольшие такие. Любопытно. Зови в следующий раз, когда приедет. Интересно, правда, попробуешь? Ну, я хотела вот в том году сделать этот интенсив, то есть набрать людей. Ну, человек там пять, это вот прекрасная такая цифра. Может быть, в этом году. То есть он такой очень мобильный. И может. Здорово. Ещё что будет у тебя на лекции? Что ты о чём-то ещё будешь рассказывать, кроме вот сухой мозаики? Ну, вот помимо города я объехала 18 районов области. А у нас их... Не всего у 18? Мне кажется, у нас их меньше даже. Нет, у нас их в два раза больше. Много, да? 39. То есть ещё сколько у меня предстоит. Так. Вот. У меня просто есть друзья, которые просто... Я счастлива, что они есть, и они готовы со мной взять, сесть на машину и поехать. Допустим, вот мы ездили в Верхнекамске и Амутнинске. Это же чёрт знает где. Ну да, на Сибири. Вот только ради вот того, чтобы я отсняла всё, что там есть. Но там просто вот в этих таёжных местах, таких далёких, там, как ни странно, просто такой вот куст вот этих вот мозаик, причём мозаик очень качественных и хороших. В одном посёлке Восточном, это какой-то малюсенький посёлок Восточный, там девятиэтажные дома с торцизмом, сейчас я расскажу, что такое торцизм. Давай. И четыре мозаики огромных, красивых, из смальты. Почему? Потому что там какой-то был, строили какой-то комбинат фармацевтический, и вот под этот комбинат был выстроен вот этот весь посёлок. И сделаны мозаики. Это сейчас, понятно, всё пропадает. Это вообще страшно, конечно, что, и никто там не будет никогда ничего восстанавливать. Это вот сто процентов, если у нас не восстанавливают, да, вот это страшно. Но, ну там, и там работали супруги Юмагулова, вот именно в том, в тех районах, там остались мозаики, ну не все в хорошем состоянии, но вот они там были. И известно, что они их делали. То есть вот по архиву я посмотрела. Вот, вот это интересно. И бывает очень много сюрпризов, когда мы приезжаем, одну, вот я ехала за одной мозаикой, а смотришь тут ещё одна, то есть о которой я не знала, например. И вот получается, что очень-очень это интересно. И где-то сейчас получается у меня 220 примерно образцов вот по области и по городу собрано. Удивляюсь. Я тебе, конечно, сумасшедшись. Прекрасно, и какая-то такая, находясь против какой-то такой не самом весёлом регионе, депрессивном, находить какие-то маленькие радости, какое-то счастье, открытие, совершать. Прямо здорово. И другим рассказывать. Ты молчина. Просто примем моё уважение и восторг. Здорово. Нет, ну просто это вот на самом деле это заводит, и это интересно. Поэтому хочется как-то доделать и всё. Хорошо. И показать всё. Ну ладно, всё тогда не будем рассказывать. Всё, что Маша не успела рассказать, вы узнаете вот на лекции в Вятском художественном музее 26 января, 18.00. Приходите. Вот, обязательно. Что, тогда будем заканчивать? Или ещё что-нибудь расскажем? Нет, всё, хватит. Я уже там... Всё хватит? Ты уже устала? Нет, я не устала. Я могу долго об этом говорить, но просто чтобы какой-то был интрига какая-то. Хорошо. Давай, интриганка. Договорились. Что будет? Всё, тогда спасибо тебе большое. Спасибо вам за внимание. И я думаю, ещё когда-нибудь чего-нибудь придумаем. Экскурсию. Да, экскурсию. Ну мы наметили грант по этой теме. А, именно по мозаикам? Именно по, да, монументальной живописи города. И поэтому летом, если всё случится, всё нормально будет, то летом вот это будут какие-то дела, выставки, ещё что-то. Супер, супер. Будем ждать. Ну что, удачи тогда. Спасибо. Спасибо большое. Прощаемся. До свидания. Счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...